Здравствуйте, здравствуйте. Неожиданно для праздников много народа собралось, но мы так и представляли, что захочется уже встретиться с друзьями и коллегами. Поэтому я решила сделать праздничную встречу о префельте, потому что уже, мне кажется, мы делаем из него, делаем. Каждый месяц много лет. И тем не менее задаются вопросы, что я не знаю, что это за волшебный материал, как с ним работать и для чего он создал. Это бойлоки я бы назвала отдельный вид искусства, работа с префельтом, потому что его эстетика немножко другая. Когда мы раскладываем по раскладочку, с этим надо повозиться, волшебный бойлок, кучеряшки, фактуры, это одно. Настает другой момент, когда хочется сделать идеально ровное полотно, идеально ровный какой-то палантин. Как это иностранцы не любят говорить, это не видно, что это ручная работа. Да, настолько шикарно, что это непонятно, ручная работа это уже или нет. Создаются вещи так, что люди говорят, да, непонятно, как ты это сделала, неужели это все руками. Это все руками, это все очень просто. Я здесь уже вижу вещи жизненные, носибельные, они вполне пригодны для жизни. Поэтому префельт это отдельная моя любовь, это не все, что я умею, но все секреты, которые я выудила из него, то есть они идут мне только лишь на пользу. Итак, начнем с того, что такое префельт. Префельт это та же самая сырая шерстка, как бы хочется сказать. Обычная шерстка, начесанная на кардочесальной машинке. Никакой первоначальной обработки с ней не проведено. Просто взяли шерсть, начесали, получилось ровное, ровное, идеальное полотно. Это то, что нас лишает необходимости делать многочасовую вот эту раскладку руками. Плюс ко всему качественное полотно и качественное изделие получается другим. Потому что даже пытались кто-то приходить, я сама сваляю префельт. Нет, но он ведет себя по-другому, и мы оставим все-таки вот раскладку раскладки, а вот это возьмем как отдельный вид творчества. Я люблю и много лет работаю, и много лет работаю с мастер-классом, и переведив много всяких других вещей, то есть я лично в руки ничего другого не брала, но приходят ученики и приносят всяких новых других во всех местах купленных префельт. И результаты получаются совершенно разные. Поэтому не то, чтобы это моя личная заинтересованность, это дружба с этим материалом. Наш префельт, ИДИН, немецкий, шириной метр двадцать. Он как опознавательный знак, насколько я понимаю. Не так уж много видов префельта в нашей стране, то есть если можно там что-то еще найти. Но если предлагают вам что-то там, фирмы ИДИН другого размера, нет, такого не бывает. И как опознавательный знак, вот он такой и есть. Он за все эти годы показал себя с лучшей стороны. У него нет ни лицевой, ни изнаночной стороны. Самое главное у него качество, у него нет ни долевой, ни поперечной. Он как-то так начесан дивным образом, что он садится равномерно совершенно на все стороны. Потому что бывали случаи, и все я насмотрелась, и всего уже. Приносит какой-то другой префельт, я буду делать это. А мы уже краим, исходя из расслабленности, потому что нам материал позволяет, вот так вот, вот так вот. То есть я делаю выкройки и свои одежды, чтобы не было никаких отходов. И мы краим поперек, платье получается длинное и узкое, и жакет получается коротким и широким. Любой другой префельт нужно тестировать. Я не могу сказать повально, что все они плохие, то есть, но получаются неприятности. И тестировать это не очень просто, потому что мы разговаривали с девочками, я делаю шапочки, я делаю цветочки, и ничего у меня не кривится. Когда не кривится маленький цветочек, это одно, а когда кривится большое изделие и масштабовый двух метров, это уже заметно, это другое. Поэтому я ни к чему больше даже руку не прикладываю, потому что от добра добра я никогда не ищу. Из этих соображений рекомендую наш префельт, потому что это изумительные вещи. Тем более, что нам производитель представляет его во многих видах и многих вариантах. Когда мы начинали работать с ним еще 8 лет назад, первый раз мы... Оля привезла, и первый раз я его увидела, и сразу все придумалось. Там была не такая большая палитра цветов, что несколько раз ограничивало. И один вид полотна. Теперь разнообразие цветов. Вот каждый раз мы фотографируем, мы печатаем палитру, она практически приравнивается к палитре шерсти. Плюс ко всему я научилась это декорировать, то есть нету никаких сложностей. И то, что сложности, работать приятно, на любой вкус удовлетворения. И также несколько сортов префельта теперь есть в продаже для любой выполняемой задачи. Потому что мне очень не нравится, когда начинается там. А не растаскиваешь ли, Лена, не растягиваешь ли ты префельт? Нет, не растягиваю. Зачем? Если хочется очень тоненькую раскладочку, ну возьмите ее и сделайте. А когда нам дан в руки дорогой, интеллектный, хороший материал, зачем его портить? Если я хочу сделать что-то потоньше, есть теперь припельт потоньше. Если есть припельт потолще, то потолще. То есть я его не растягиваю, я над ним не издеваюсь. Я только лишь беру и его, эту красоту, это качественное плотно декорирую любыми способами. Либо ажурными делами, либо какими-то волокнами. В общем, беру от него все лучшее, то, что он может дать. Припельт как бы основной и самой первой, первого класса. Его плотность, его разность измеряется граммами шерсти на погонный метр. То есть вот он, чисто шерстяной припельтик. В нем 140 грамм на погонный метр шерсти. Получается из него идеально ровное полотно, без просветов, без разрежения шерсти. Это очень хорошая вещь для плотненьких вещей. Я из него делала в свое время прямо пиджачки, которые там были, следы на воде. Полусшитые, правда, в силу того, что полотно прямое. Но для одежды. Мы валяли из него роскошные декоративные полотна для пальто, опять же для жилетов, пиджаков. И его использую я очень активно в ажурном припельте. Потому что это как раз та задача, когда хочется иметь красивый палантин. Он прекрасно держит форму, он прекрасно драпируется. Это в тот момент, когда хочется иметь вот такую вот пышную, хорошую вещь. Да. Следующий, но производитель сделал уже несколько лет назад нам еще подарок. Такой же точно чисто шерстяной припель, чуть тонкий. Здесь уже идет на него расход 100 грамм. И он, соответственно, уже может использоваться для каких-то палантинов, для более сильного декорирования. Ну, либо для каких-то уже там вещей, которые вот там, чтобы не делить и не портить хорошие припельты. Вот он уже у нас есть. Еще следующий мой любимый вид припельта – припельт шелка. Он тоненький. Он изумительной красоты. С ним работать чуть сложнее, но как бы не сложнее, а немножко нужно больше сноровки для него. Поэтому на мастер-классах, на занятиях мы тренируемся на шерстяном припельте. А в остальные моменты используем припельт шелка. 100 грамм на погонный метр. Тоненький. В его состав входит 20% шелка, а уже начесанное. Бывает он разный. Мой любимый припельт, он более универсален для тех задач, которые мы себе ставим и которые мы выполняем. Вот этот припельт, несколько его видов. Черная шерстка, цветной шелк. Бывает, ну, черная шерстка с черным шелком, то есть они в разных видах. Но вот этот, вот здесь, вот этот цвет создается цветными волоконами. Если работать с ним в чистом виде, чтобы было видно, в конечном результате он разбивается на фракции. То есть отдельно видно шерстку, отдельно видно шелк, создается цвет и очень красивая, роскошная фактура. И этот фрифельд я уже использую в своих работах, когда хочется длинное, большое и очень пластичное полотно. Это платье и юбки. Шерстки здесь очень мало. Там много шелка, плюс ко всему мы его декорируем активно, очень шелка. И получается огромная юбка, несвойственная войлоку. Вот она мягкая и пластичная. И платье, чтобы полокон не стояло. То есть он у меня идет для других вещей, и он настолько же прекрасен. И вот такие вот цветные. Тоже припельты. Красный шелк с красной шерстью. С ними работать небольшая разница, как бы в плане декора, когда уже получается готовое изделие. Смысл сваливания шерсти. Мы накладываем сверху шелк, шерстка выходит и удерживает наш весь декор. Получается валяное красивое изделие. Когда я вот эту вот черную шерсть, цветной шелк, декорирую, валяем изделие, когда мы выкладываем этот декор, получается очень ярко. Я говорю, не бойтесь, потому что выходит черная шерстка, и все это слегка нейтрализует. Нейтральное изделие. Немножко с сероватой дымкой. То есть они получаются очень яркие, но без коррекции цвета. То есть мы примерно представляем какой-то результат. Если уже мы возьмем вот такую вот, припеть составом цветной шерсти, декорировать его надо будет с учетом того, что выйдет красная шерстка, все изделие покроется красным облачком. То есть когда я по большому счету говорю, мы покупаем брифельт любого цвета, потому что его не будет видно, очень густой здесь слой шелка, то это все-таки больше касается вот этого. Брифельт здесь рисунок более подконтрольный. Это вот изделие просто надо учитывать, что оно приобретет несколько оттенок предлагаемой шерсти. Брифельт есть у него как бы плюсы, недостатки, не то чтобы недостатки, а несколько качеств, в которых нужно научиться обращаться. Я придумала очень лихо делать из него одежду, платья, но поскольку мы знаем, что когда раскладки в хорошей, нам надо контролировать форму изделия, вот это здесь так, здесь положить так, вот это все, это отдельная работа, она хорошая. Работы из брифельта делаются чуть-чуть проще. У него же нету раскладки, ни направляющих, ни удерживающих, пасмочек, вообще ничего. Поэтому разговоры о том, что я хочу очень придалимое платье, чтобы у меня в груди вот там вот все было, и чтобы тут еще было так, нет. Он нам, как любимый человек, нам не может этого дать, и мы не будем этого требовать. То есть будем принимать вот таким, какой он есть. Поэтому модели мои из брифельта крайне простые. То есть платья прямого силуэта, юбочки достаточно прямого силуэта, палантины какие-то прямые, жакеты даже, которые мы делаем, ажурные, они и то носят форму свободного украшения. Ни о какой притаянности, в общем-то большой, речи быть не может, потому что мы не можем этим управлять. Он прекрасно садится, то есть отдельно добавляются краешки, когда мы валяем готовые изделия, где-то надо подтянуть, он до какой-то степени подтянется, где-то надо подвалять, он до какой-то степени подтянется. То есть на форму это прекрасно садится, но это все равно имеет некоторое название free form. В этом хорошем материале я больше представляю, выхожу за счет декорирования, то есть то, что мне нравится, во-первых, во-вторых, он выполняет прекрасно все эти функции. Free Filt принимает в себя все. Я приготовила машинку, несколько кусочков Free Filt, и покажу, в общем-то, как с ним можно на маленьких образцах поработать, как его держать в руках, потому что он соединяется сам с собой, к нему все приваливается, разные эффекты есть, он берет в себя другие материалы хорошо, и это легче обсудить прямо на готовом примере. Где-то у меня уже были презентации, это мои шарфики с презентацией, двухцветный шарфик, это как раз и заодно мы потрогаем руками все уже получившиеся фактуры, то есть чего от какого Free Filt ожидать, потому что у меня четырех видов. Это где-то на формуле рукоделия я декорировала. Это те, что называется квадраты, в него так хорошо ложатся ниточки, ну и коротенько показывала краешки своего ажора. Это другой еще был у меня формат, мы хотели показать, что к нему приваливается кружева. Это были шерстяные кружева. Вот он такой получается мягкий, очень ровный, приятно на него смотреть на просвет, что получается хорошее ровное полотно. Усаживается этот материал, по большому счету это шерсть, это обычная нормальная шерсть. Если мы разговариваем вот об этом припете, который чисто шерстяной, лучше брать, конечно, коэффициенты усадки любимые, для плотных изделий или для полотен, как там я люблю 1,6-1,7. Сильненько усадить. Но бывало, были показательные истории, когда заказали мне пиджак 58-го размера, дама была необъективная к себе, была на самом деле гораздо большего размера, сделка не состоялась, и этот жакет, в общем-то, мне тоже не нужен. Поэтому я его докатала до 50-го универсального размера, на жилет, на манекен посадила, и потом он понравился моей худенькой подружке 46-го размера. То есть, говорит, прямо вот он мне нужен. Ну, перешей. Я говорю, не перешью, но знаю, что сделаю. Я его еще укатала, он получился очень-очень прочный, он получился материал легкий, воздушный, но вот как тонкий фарфор китайский, идеально держит форму, идеально принимает в себя декор. То есть, вот уже с готового жакета 58-го, дошел он до 46-го, оказался еще более прекрасен. Но в этом необходимости нету. А в других же вариантах моих, когда я использую шелковый прифельд, в платьях-юлках с большим количеством шелковых волокон, либо в состоянии ажурного прифельда, получается коэффициент усадки 1,3, то есть совсем маленький, да, где не до готового изделия. По такой причине. Шерсти здесь мало, шелка много уже в прифельде. Мы еще кладем большой шелковый слой, декорированный сверху. Хорошо это усаживаем, поэтому шерсть больше, чем 1,3, в принципе, она не может это усадить, и не надо. Получается роскошное полотно с большим содержанием шелка, богатая, пластичная, красивая шерсть, но столько держит это все. Коэффициент 1,3 говорит уже полностью о готовом полотне. Это плюс ко всему приятно в работе, но эти коэффициенты я объясняю только лишь с точки зрения моих случаев, и с точки зрения каждого отдельного случая, как мы его используем. В том числе и в раскладке это приятно. Мы за один день делаем совершенно роскошную юбку. Все, кто приходит в первый раз, и я в том числе, хочется новое платье, разложила и сделала, завтра пошла. То есть это быстро. Это лишает нас необходимости длительной раскладки. В технике ажурного префекта то же самое. Мы считаем коэффициент усадки 1,3. Девочки вчера такие, мне кажется, он перевален. Я говорю, нормально, нормально. Потому что шерсть садится, узенькая становится, но за счет ажуры он растягивается. То есть по большому счету усадка у шерсти хорошая, а у изделия получается общая. То есть вот это все, когда у меня там трехмерные дела в голове происходят, это село, это растянулось, ага, получается столько. То в этих случаях я использую даже небольшие усадки, коэффициент 1,3, и получаются роскошные и роскошные изделия. Сейчас. Какая там длина волокна? Я не знаю, но покороче. Этих данных фабрика не представляет, они дают даже... Вопрос из зала, какая длина волокна в префект? Я не знаю, какая длина волокна в префект. Она значительно короче, чем обычная шерстка. То есть если вот я его смотрела и раздирала, тогда небольшие волокна. Но фабричные, на всякий случай, европейские стандарты требуют подстраховки всякой. Они позиционируют, что префект состоит из шерсти 18-19 микрон. Но на самом деле ощущение, что все-таки это 16-17. Она дольше, чем обычная шерсть. Я думаю, что это подстраховка, потому что заметно, что полотно значительно тяжелее и мягче. Относительно часто вопрос встает. Ах, как это дорого. То есть поначалу это несколько шокирует, да, потому что надо взять на юбку 2 метра, вроде как. Такая вот цена префекта. Это пока не посчитаешь в голове все правильно. Ну, подход просто к этому есть. Я тоже посидела, подумала и сделала для себя некоторые выводы. Префект, как мы выяснили, метр 20 шириной, метр длиной. Он имеет качественные характеристики. 140 граммов шерсти на погонный метр. И если просто вот это перечесть на стоимость шерсти, которая продается в отдельных пасмах, в общем-то, выйдет практически 2 трети стоимости шерсти. И там рублей 200-300 остается на качество полотна или вот на работу, труд, который тебе надо разложить вот эти 2 метра. Потому что сколько мы будем эту юбку раскладывать, а вот этот вот весь хвостик, остаток можно списать на свои трудозатраты. Поэтому, когда я вот так вот говорю, девчонка, я говорю, это просто шерсть нужно купить, это уже деньги. И плюс 300-400 рублей, вот эта вот работа стоит, вот моя стоит. Ну, день потраченный, все потраченное. Поэтому, если так относиться к этому материалу, что, собственно, и является правдой, то становится как бы легче и понятнее. Плюс ко всему я знаю, что вот там из 2 метров у меня получится огромная юбка, которую руками я до сих пор никогда, но я усмелилась делать, я не настолько старательная. Вопросы из зала? Вы рулон не катаете? А? Вы рулон не катаете? Нет, ни в коем случае. Это очень-очень нежное полотно, я ее только кидаю, кидаю, влажу. Потому что в рулоне это какой-то управляемый процесс, когда у нас там что-то мы делаем, нам надо тут покороче, тут так. Пицо в движении в одну сторону, пицо в другую, и это ни к чему не надо, это безумно легкий материал, я сначала хорошо прибиваю, шлифмашинка, эти волокна, и потом чпок-чпок, он сам садится во все стороны правильно, потому что я выкройто делаю, уже знаю как, она у меня простая, равномерная, моя объема, моя длина, все. Там вот, когда на мастер-классе, он целый день декорирует, потому что, говорю, девчонки, простите, самовываляние 15 минут, мастер-класс совсем, ну, получается, не поваляние. Ну, работа с материалом очень легкая. Другой вопрос, обработка правильной горловины, идет дополнительная пасма? Нет, пасма в моих случаях класть некуда, во-первых, состояние ажурного трефекта, потому что мы подваляли, а ажур, вообще туда некуда класть ни волокон, ничего. В данном случае, я вот настаиваю, говорю, говори мы об ажуре, значит, делаем ажур, то есть, и шелка сюда навалить, это сложнее, можно носиться дома, делать как-то это, но об одной работе все нельзя сказать. Здесь как раз это та одна из сложностей, что у него нет управляющих пасм, то есть, но я туда ничего отдельно не накладываю, я говорю, что он потом лепится просто как пластилинчик, как сказочку, он настолько мокренький, эластичный, поэтому талию мы отдельно две минуты вот так потрем, талии у нас есть, а все краешки или пройма, она поначалу тоже растянутая, отдельно просто я ее беру, и мы видим на занятиях, как вот это вот за две минуты она садится моментально. То есть, при фельдике валяем аккуратно, если говорю, я там покидали в сто раз, потом 50, потом еще 20, ой, и еще 5. Прямо сколько считаешь? Я не считаю, я просила 5, и получается у нас курточка на собачку. Он садится настолько прекрасно и роскошно, и надо иметь к нему какое-то чутье, валяйте его бережно. Поэтому, когда мы вот так вот делаем, я говорю, вот это надо сделать две минуты, сейчас проимочка сядет, ты посмотришь, даже две минуты, вот две минуты, нет, две минуты не прошло, хлоп, у нас готовая проима. Поэтому вот эти места мы просто отдельно добавляем, вот они получаются крепкие, хорошие. Это вот его недостаток, но на любой недостаток есть очень умилые улочки. И как же в принципе там у юбки, да? Можно так же не прийти? Я не вижу необходимости, потому что юбка у нас и так вот кроится, и так, и расчет идет по талии, все усаживается. Какая это у юбки? А при единине чистей прифель? Сейчас вот. А, да? Да, это вторая практическая часть. Я хочу ответить, если есть какие-то вопросы, и хочу показать вам. С 46 до 48 реально? Реально. А вот чем это сейчас? Это платьица было, если вы знаете его, на модели, на всех фотографиях. Мне надоело, что оно у меня. Почему-то самое красивое платье никто не покупает. Я его растянула на себя. То есть это туничка, я могу ее носить с этими джессиками. Растянула на себя. Но так делать не стоит, совсем маленького, на совсем большой. Но это показатель к тому, что на пару размеров лучше его сушить на манекене, поскольку объяснили, что самый неформенный. Тут надо потянуть, тут этот, конечно, когда он высыхает на манекене, он засыхает. Идеальная форма. Лена, а вот с декорированием. Есть вот префиль с какой-то шелком. Да. Можно привалить вискоз или только шелком? Посудите сами. Вы покупаете дорогой префиль с шелком с какой-то целью поиметь пластичное струящееся полотно. Вискоза, как мы знаем, она у нас более грубая, тяжелая, дешевая и жесткая. То какой же смысл нам сажать на нежнейшее полотно с шелком, сверху заляпывать его вискозой? Теоретически можно все. Просто когда я что-то делаю, я это могу объяснить. С какой целью вискоза? Не хватает цветов декора? 80 цветов шелка, тусы в шкатулочке есть. Если уж мы беремся работать с шелком, давайте себе сделаем шелком. Если мы хотим плотненькую форму или плотненькое полотно для пальто, нас, конечно, в этот момент интересует плотность, плотнокрепость, чтобы оно держало форму здесь по определению, конечно же, вискоза. Можно использовать все, только давайте искать логику. Все, что я делаю, я могу объяснить. Даже мы знаем, когда я это делаю, я говорю, я это делаю поэтому. Вам не нужно запоминать, как я это делаю, вам нужно только запомнить, почему я это делаю, и сразу становится легче. Поэтому берет он в себя все, кудрив, с козы, но с какой целью, в какой момент мы работаем, в чем мы хотим достичь. А если альфа приваливается, она вылезает из плефирта? Ну там, смотри, кучеряшки видно, а сверху-то, да, вот на кучеряшки выкладывается, он как ослова, прекрасно работает, то есть никаких других изъемов в нем нет. Кучеряшками было, у меня вот этот шемпинг, про который я рассказывала, усадила до 56-го, тут у меня по манжетикам кудри были, тут у меня вот на кокетке были кудри, все это прекрасно. Вообще принимается в него все. Если мы говорим о вискозе или о шерстке, то это просто прифельчерстве. Если мы говорим о нежных каких-то вещах, то это, собственно, ну понятно, что это шелковые, берем шелковые платочки, шарфики, можно работать с чем угодно. Вот он носится, Таня пришла, красивые юбки, может, сделанные на нашем мастер-классе. Ровно год назад. Вот еще шелковые тут, да? Да. Это шелковые прифель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова